Казахстан относится к группе стран со средним объемом добываемой нефти на душу населения. Он на порядок меньше, чем у той же Норвегии или Объединенных Арабских Эмиратов. Однако президент Касым Жмартукаев ставит задачу уйти от нефтяной зависимости и взять курс на новую экономику. Для этого надо внести изменения в законодательную базу, инвестиционную политику, развивать науку. А самое главное – изменить мышление человека. Все эти вопросы обсуждались в Алматы во время встречи государственного секретаря Казахстана Крымбека Кушербаева с представителями творческой интеллигенции. В Доме дружбы сегодня были непривычно жаркие эмоциональные выступления. Круглый стол с участием государственного секретаря Крымбека Кушербаева и творческой интеллигенции оказался очень предметным. Каждый говорил о наболевшем. В пример ставили даже Илона Маска и его прорывные проекты, а также китайский вариант возрождения экономики. Но опираясь на международный опыт, нужно всегда думать о национальных особенностях. Уважаемая интеллигенция, вы должны внести свой вклад. Помочь перейти через духовное возрождение к национальному. Как говорил великий Абай, мы должны держаться все вместе. Все свои предложения вы можете направлять на мое имя, в национальную комиссию по духовному возрождению. В своем послании президент поручил нам в соответствии с вашим мнением внести изменения. Прогресс неразрывно связан с наукой. Вкладывать в ее развитие очень важно. Без государственной поддержки здесь никак не обойтись. В первую очередь необходимо увеличить финансирование, считает президент Национальной академии наук Казахстана Мурат Журинов. В советское время на науку выделялось 4% от ВВП, а сейчас 0,12 у нас. Но сейчас поднялось до 0,4 благодаря усилиям нового министра нашего. Но этого тоже мало. Должно быть 1% в 2023 году. Я надеюсь на то, что президент еще раз повторил, что надо выполнять, чтобы добывающая отрасль 1% своего дохода выделял на науку. Это очень важное подспорье. Это надо осуществлять. На встрече обсуждались и вопросы открытой экономики, кадровой политики. По мнению участников, вывести страну на новый уровень должны высокообразованные специалисты. За ними будущее. Анастасия Валикжанина, Эдуард Кон, Алматы, Хабар, 24.